Приветствую вас дорогие зрители на канале Михайлович Топик Геймс, мы на аккаунте Михайловича и в руках у меня винчестер не просто так. Я давно уже обещал, что сделаю из этого оружия топовый ган и теперь мы этим и займемся. Вот такой вот прикладик, ребят, я самый элитненький выбил и сразу же его ставим, он у меня уже собран. Единственное, что я не сделал перезарядничек вот такой, ни одного из них я не нашел пока что. Ну, есть глушак, вот такая вот балумба спереди оружия, также карбоновый вот такой подствольничек и Х8, ребят, прицел. Похоже, это вне оружия, когда-то Джуманджи смотрел я фильм и там охотник бегал вот с таким вот, ребят, ружьем, мне кажется. Какое-то вот охотничье ружье, такое топовое, да? Ну, не знаю, посмотрим, что с него получится. Сейчас мы быстрейшим, о, вот я не сохранил, сейчас мы это все сохраним, уже быстрее все сделаем. Обзор закончился, изменить, сохранить, отлично. Теперь грейдим побольше таких оружий, побольше еще. И, конечно же, ребят, я сейчас выхожу на глобальную локацию, чтобы найти Громилу. Громилу буду искать, Громилу буду убивать. Именно с этого винчестера. Не знаю, получится у меня что-то или нет. Потому что, потому, ребят, я понимаю, что, ну, данное оружие не особо представляло из себя большую угрозу. Даже, например, для слабых зомби. А для Громилы, ну, я побольше их взял. Нет, таки собралось, просто не использовал никуда. В Чопере у меня есть еще два сета брони, есть хилки. Я не знаю, давайте возьмем, может быть, хоть какое-то оружие, парочку дробовиков еще возьмем. Это для того, чтобы искать самому Громилу. То есть я буду сейчас выходить на глобальную локацию, глобальную карту и искать. Попробую пять локаций и обыскать. Если на пяти локациях на Камни Громила не придет, то придется нам идти, наверное, в логово слепого охотника. Потому что ведьму вчера я грохнул для задания. Она еще не откатилась, по-моему. Как раз у нас еще бункер 11 часов. Ведьма еще два дня появится, через два дня. Ну, а мы скрещиваем пальцы, конечно же, направляемся в опасную локацию. Думаю, что смотреть мы не будем, как я там чищу или ищу Громилу. Я уже начну снимать. Если, конечно, мы его найдем. Пять локаций, поехали, поехали. Ну что, ребят, судя по всему, если нашел движок в локации, то придет Громила. Не знаю, не знаю, будем сейчас, конечно, его ждать. Я уже четвертую локацию прохожу, и Громилы никакого нет. Понятно, что это хорошо. Все, я выполняю задания рейдеров, там, туда-сюда. Ну, а вот и движочек. Ребят, мы этот движочек отнесем себе на чоппер. И будем ждать сейчас, ожидать Громилу. Также я нашел здесь ящик, смотрите, какой. То есть без отмычки его не открыть. А где Громила? Не понимаю. Может быть, он реально чувствует, что мы пришли именно за его головой. И теперь вообще боится выходить. Но я, конечно, задержусь на этой локации подольше. Попробую все-таки выманить этого дядю. Как его выманить? Я уже специально, ребят, даже стал... Ну, то есть наш персонаж сделал, чтобы он вонял. Блин, я уже думал, это он уже даже немножечко возрадовался. Но нет, никакой не он. Это какой-то токсический. Потратил кучу оружия. Броня уже а-ля улю. Собрал немножечко еды-воды. Но Громилы как нет, так и нет. Так, сабатюра. Ну, короче, ребят, я продолжаю здесь, конечно, выживать. Единственное, что я тупанул, не поставил, блин, картич на свои дробовики. Сейчас бы полегче было. Ну, я буду искать, ждать нашего Громилидзе. Как только он появится, вы это узнаете. Ух ты, ё-моё, ребят, даже С4 нашёл неплохо. Это сфортовая локация. Сфортовая локация нашёл С4. Ящик, движок. Это всё с одной локации. Ну, вода. Еду возьмём. Ура, ребят, прибежал этот бешеный капец. Ребят, как я его ждал, конечно же. У меня есть надбитый шмот. Я потратил всё. Ладно. Сейчас я попробую его хотя бы надбить с этих винчестеров. Потому что я пробовал с них стрелять. Ну, говно говном, ребят. Я попробую, конечно, убить его. Должен он вернуться, этот Громилион. Наденем более целый шмот. Вот и он. По два урона, ребят. Ну, такая скорость атаки бешеная, что я просто в шоке. Нужно было брать 10 сетов брони. Потому что с такой скоростью атаки мы будем его убивать очень долго. Или хотя бы надбить чем-то, а уже добить винчестерами. Винчестер, я думаю, что уже что ни делай, он не реанимирует его убойную силу. Ну, с одного винчика можно, наверное, максимум соточку хп выбить. И то, если повезёт. Если не будут мешать токсические зомби всякие. Могу максимально пробовать, конечно же, вынести хп. Но вы понимаете, что это, наверное, будет невозможно. О, да, детка. Смотрите, я даже соточки не выбил. А уже мой шмот красный полностью. Так, бешеный волк. Нету. Отличненько. То есть, даже соточки не выбиваем. Нужно, конечно, было припасти ещё пара дробовиков. Он подождал, пока у меня нормально закончится оружие. Пока у меня останутся только одни винчестеры. И тогда уже напал. Именно тогда мы его и начинаем убивать. Просто жесть, ребят. Я потратил сколько времени, чтобы его найти? Я, наверное, локаций с 10 прошёл. Конечно, он не полностью проходил. Я знаю, если громила не пришёл в самом начале, то он уже и не придёт. Так, вокруг этого столба неплохо. Можно побегать. Неплохо было бы какой-то барьерчик сделать, да? Чтобы просто стрелять, а он нас не бил. Это было бы идеально. Но, по-моему, такого невозможно здесь где-то придумать. Аптечки, конечно, я не боюсь, что кончатся. Хотя, в последнее время, смотрите, 200 хп почти стек аптек. То есть, на 400 хп нужно будет. О, да, детка. По-моему, если бы ещё каких-то модулей нацеплять, более крутых. Хотя, какие ещё круче могут быть модули? О, да, мне тут только токсического не хватало, ребят. А то уже всё есть. Ещё и прыгает. Ого! Это, по-моему, точно не равный бой. Ой-ой-ой, да что ж тут творится-то? Пришли зомби-помощнички. И, кстати, не замечаю, сколько коцает. Один. Один прыжок коцает вот этого зомби. Токсического нашего толстячка. Ну, а мы всего лишь, всего лишь ничего там выбили нашему громиле. О, токсический. Ну, собака как приклеился. Не, ребят, мы его не осилим с винчестера. Винчестер говно оружие. Потому что, ну, просто-напросто броня моя не выдержит. Броня моя крепка. Но вы видите, что прочности брони явно не хватает. О, а он нарезает просто неимоверно. То есть, я с ним даже меньше 200... Подождите, меньше 300 хп. Но, по-моему, я настроен уже пессимистически. Потому что, ну, у меня ничего не получится. Он сейчас просто забьёт в меня бронь. Да. Попробуем, конечно, переодеться мы. Даже вот так как-то, но... О, без штанов, ребят. Без штанов. Ты чё, собака сутула, это делаешь? Бамс, бамс. Он вообще... Мне кажется, что он скорость атаки добавляет. Если вот так вот не отходить, он быстрее, быстрее, быстрее начинает резать. И просто в определённый момент, наверное, убивает. Ну, если бы у меня хотя бы пару блоков было. Я бы, конечно, надбил его в разы больше. Лодки, даже не модернизированные, очень, конечно, подпортили бы ему штуку. Что у меня тут? У меня тут ВСС есть. Может быть, ВСС спасёт нашу? Так. Ну, нет. Но одного ВСС она вряд ли нам хватит. Хотя можно попробовать попокоцать его. Я, короче, попробую его хоть как-то убить. Хоть как-то надбить. Портить его. Но если бы с самого начала начинать его убить, да? ВСС. То, я думаю, было бы неплохо. По три урона. Скорость атаки в разы быстрее. Хотя у меня же, вы понимаете, не полностью броня вся. Всё, шапка уже краснеет. Весь шум откраснеет. Никаких, ребят, шансов. У меня убить Громилу с Винчестера нет. Хотя, если мы в прошлый раз делали, что мы делали? Мы делали УЗИ. С УЗИ улетел Громила на ура. Но не с Винчестера. Винчестер специфическое оружие. Мне ничего больше на почте нет. И я не вижу ничего, чтобы просто уйти с этой локации и пойти попробовать всё-таки грохнуть с этого неимоверно медленного оружия нашего слепого охотника. Только на это, наверное, у нас и остаются силы. Переходим в бункер Альфа. Тестим, блин. Тестим Винчестеры. Винчестер не особо крутое оружие. В принципе, я знал до этого. Но я думал, он может быть модуль, так как и УЗИ. УЗИ очень быстро стреляют. Много промахов, никаких попаданий. Ну а тут Винчестер тоже медленная такая штука. Думал, ну может быть, будет стрелять быстрее. Ну может быть, будет урона больше наносить. Ну может быть, прочность у него будет побольше. Нет, ребят, не угадали. Ничего он больше не будет делать. Он будет просто стрелять, как и стрелял. Совсем чуть-чуть урончика наносит. И совсем чуть-чуть нам помогает. Так, ну давайте сишечку оставим здесь. Еда, вода уже, я вижу, проголодалась. Наша Михалыч. Наверное, нужно какой-то шмот. Обязательно шмот. О, ребят, тут еще не все. Так, хорошо, как хотелось бы. Все уже или нет, а хватит уже там. Да простудишь еще. Так, 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 так. Так, ребят, я вернулся, забрал калаш. Потому что чувствую, что это бесполезное оружие. Винчаг. Он просто здесь не справится с этими зомбями. Не потратит. Потратим мы сразу же весь сет брони. Потратим весь хилл, который у нас был. Чтобы просто пробиться логово. А уже с самим слепым охотником не справимся вообще. Понятно, что режим стался нам сейчас здесь недоступен. В связи с тем, что просто-напросто, ребят, наш персонаж воняет. Промахи пошли, пошли промахи. Просто неимоверное большое количество промахов. Ой, дебил. Вы видели, в кого он стрелял? Он стрелял в этого токсического зомби. Бывают, конечно, глюки в этой игре. Недоработки большущие. Ну, как так-то? Стреляет в одного, который за стеной. Чтобы вместо того, чтобы убивать просто того, кто нападает. И вот эти промахи. Как можно с калаша промахиваться в упор, ребят? Это невозможно. Это просто невозможно. Пускай они покажут, как это может быть в реальной жизни. Но в реальной жизни, ну не промахнешься. Ну ты с калаша. Ну разве что, если тебе к зомби будет... Я не знаю, что делать с того, чтобы ты мог промахнуться. Хотя, если он бьет, может быть, если он бьет из-за того, что дастся. Смотрите, вот... Вот видите, бесполезное это оружие. Вот УЗИ. Еле убил трех токсических зомби. Еле убил. Ужасное. Но если ставишь на него модули, это оружие ужасное. Превращается в прекрасный уничтожитель зомби. И просто стирает с лица земли всех, кто нападает на вас. Поэтому вот так вот. Я думал, так же случится с Винчиком. Но нет. Короче, я забраковал Винчестер. Не знаю, может быть, есть любители, которые умеют справляться с этим оружием. И, конечно же, хотел бы я очень сильно посмотреть, как вы его грейдили. Что вы на него ставили, чтобы он хоть немножечко стал. Три урона он вообще... Что погромили, что по слимому охотнику. Практически один и тот же урон прилетает. Ну так вот хоть 12. Вы слышите, как... Еле-еле три даже разрушителем быстрее стреляет. Это просто ужас. Ужас. Ужас, а не оружие. Что же тебе делать-то? Насколько же тебе нужно грейдить, чтобы ты хоть чуть-чуть... Можно заснуть, стреляя с этого оружия. Короче, я буду стрелять постоянно с него, потому что я понимаю, что мы слепого так вообще не убьем. Может, вы думаете, сказать, конечно, что я грейды поставил, которые уменьшают скорость стрельбы. Но один, да, модуль там уменьшает на скорость стрельбы. Но следующий сразу же его повышает. То есть, скорость стрельбы с винчестера в данный момент такой же, как, по-моему, простой неапгрейдженный. Ну а 770 кп у него. Я потратил целый... Целый винчестер, чтобы это сделать. Я просто в шоке, ребят. Мне кажется, что просто даже простым УЗИ будет это сделать легче. А разве кулаками не так же долго убивать этого слепого хода? Мне кажется, что кулаки где-то равны этому винчестеру. Просто оружие от бога. Придумали, так придумали оружие. Винчак вообще должен быть нормальным, нереальным оружием. С максимальной точностью, максимальной дальностью, да? Но нет. Отлично, мы ушли от разгонщика. Хотя, как бы не говорил, но понемножечку, помаленечку сгодится это оружие для убийства, например, яростных гигантов. Конечно, сгодится это оружие... Больше ни для чего не сгодится. Только для убийства яростных гигантов. И торопливых вот этих полусонных зомбей, которые еле-еле передвигают свои ноги по локациям. Ну что, 7 аптечек. Сейчас разгончик будет, и мы успеем даже аптечки себе закинуть. Три выстрела выстрелим или нет? Отлично, по три выстрела максимально. Так же, как разрушитель, ребята. Самое медленное ближний бойное оружие. Так, есть. Хотя, если взять 6 сетов брони, аптечек, стеков 8, то мы сможем, наверное, с легкостью убить и даже громилу с этого оружия. Просто потеряем неимоверную кучу времени. Сказать, что невозможно убить громилу с этого оружия, это, конечно, соврать. Потому что, ну, только что мы видели, что громила идет неплохо. И даже 500 хп мы ему сбрили. Хотя, с простым, немодернизированным глоком идет это намного веселее. Ой-ой-ой-ой-ой. Отличненько. Приближаемся, конечно, к финалу. 4. Это уже третий винчестер, ребят. Третий винчестер и 700 хп. Где-то 250 хп. Ого, мне нужно быстрее брать, ребят, что-то посереднее в руки. Потому что у меня броня а-ля улюшная. Если он убьет мою бронь, я не выдержу ни одного удара. Поэтому УЗИ нам немножечко поможет. Именно этого я и боялся. Что мы просто-напросто не сможем, ребят, его добить из-за прочности брони. То есть, даже если вы винчестер модернизированным захочете убить слепого охотника, то вам понадобится не один сет брони. Это как-то даже печально звучит. Да? Разодрал с нас так, бил, что аж фуфайку нам порвал. Так, теперь у меня других вариантов нет. Только, блин, убивать его вот таким вот образом, винчестером. Хотя дальность у этого оружия неплохая. Ну что, еще разочек. Еще разочек, мой дружочек. Главное, ты не снеси мне всю броню. Потому что все. На этом, наверное, закончим. И... Фух, ребят, смотрите, головой в стену застрял. Это просто жесть. Что тут выпало? Конечно, выпало много чего. Фух, ребят. Я очень рад, что закончил снимать это видео. Потому что я заброшу в самый дальний ящик эти винчестеры. И буду использовать только для убийства яростных гигантов. Больше ни для чего это оружие не годится. Надеюсь, вам понравилось это видео. Я потратил невероятную кучу времени, брони, усилий для того, чтобы отснять его. Поэтому я думаю, что ваш лайкосик будет самым хорошим вознаграждением со снятия таких подобных видео. Всем пока-пока. Удачи. И увидимся в следующих видео.